В 1853 году Хьюз начал работать над темой Орландо, взятый из комедии Шекспира «Как вам это понравится?». Первоначальный вариант полотна изображал героя у дерева на фоне Орденского леса. В 1855 году жюри выставки в Королевской академии отклонило картину. Доподлинно установить причину отказа не представляется возможным. Остается лишь предположить, что Орландо мог ассоциироваться с Робин Гудом, а Орденский лес с легендарным Шерудским лесом. В самом деле, в тексте комедии есть прямой намек на подобную связь. Говорят, он, старый герцог, персонаж комедии, уже в Орденском лесу и с ним веселое общество. Живут они там, будто бы как в старину Робин Гуд английский. Личность разбойника, грабившего богатых, официально не признавалась в викторианскую эпоху. Или точнее, в те годы еще не была выработана позиция королевской власти по отношению к легендарному персонажу. Если не считать опубликованного сборника легенд, датированного 1485 годом, и эпизодических обращений Эватера Скотта и Александра Дюма, то в Англии Робин Гуда признали и то с оговорками только в 1883 году, когда появился сборник Говарда Пайла «Славные приключения Робин Гуда», считающийся каноническим. Связь Орландо в трактовке Хьюза с легендарным Робин Гудом особенно заметна в эскизе в картине. Как известно, слово «худ» по-английски означает «капюшон». Следовательно, легендарный Робин Гуд представлялся английским зрителям как человек в капюшоне. И именно капюшон является характерной деталью костюма молодого человека, выскабливающего на дереве имя Розалинда. В других набросках фигура молодого человека изображена справа от дерева, что стало заключительным вариантом композиции картины. Художник уделял особое внимание разработке природного фона. В его письме Уильяму Алингаму, ирландскому поэту и писателю, чекниги Хьюз с подачи Росетти иллюстрировал, читаем. Изображение диких Рос в Орландо было своего рода состязанием времени со мной. Они исчезали так быстро, подобно всем прекрасным вещам под солнцем, будучи настолько чувствительными, насколько прекрасными. Малейший намек на дождь, только появившееся темное облако, могло закрыть их до конца дня. Малейший намек на дождь, только появляться состязанием мира. Субтитры создавал DimaTorzok